Давайте смотреть правде в глаза. Дота 2 это, пожалуй, одна из самых противоречивых игр. С одной стороны, можно получить большую дозу удовольствия, играя и экспериментируя с персонажами каждый раз, чтобы получить новый результат. Ну а с другой, можно успешно отхватить немалую долю разочарования из-за того, что ваши товарищи по команде отбиты нафиг идиоты. Меня зовут Никитун, и это 10 вещей, которые ненавидят игроки Дота 2. Надоели нубы, ливеры и фидеры? Выход есть! На сайте anylevel.com вы можете купить аккаунт с любым рейтингом, данные от которого вы моментально получите на свой email. А также вы можете заказать буст рейтинга для своего аккаунта с возможностью онлайн-контроля прямо на сайте. anylevel.com Для подписчиков канала скидка по ссылке в описании. Номер 10. Использование глифа в ненужный момент. Для тех, кто не знает, глиф это очень ценная вещь. Этот скилл делает все союзные постройки бессмертными в течение короткого периода времени, и может изменить ход матча довольно сильно. Хотя, сама сложность в том, чтобы знать, когда его использовать. К примеру, все люди из вашей команды мертвы, а противники направляются прямиком на одну из ваших башен. Можно прожать глиф в тот момент, когда останется время на респаун ваших тиммейтов и их телепортацию. Тогда вы сможете дать отпор врагам и спасти башню. Поэтому использование глифа преждевременно может стать катастрофой для вашей команды. Номер 9. Тиммейты, не покупающие свитки телепортации. Свиток телепортации – это замечательная вещь. Стоит копейки, но позволяет перемещаться в считанные секунды на союзные постройки. Они могут быть использованы как в атаке, так и в обороне, и являются необходимыми для покупки всем, кто настроен именно выиграть. Но есть и люди, которые их ну ни в какую не покупают. То ли по причине неопытности, то ли из-за того, что считают их бесполезной растратой золота. Но все-таки свитки имеют решающее значение для применения во многих экстренных ситуациях. И, пожалуй, нужно иметь несколько штук про запас. Номер 8. Колючая комьюнити. В жизни можно встретить уйму обделенных людей. Но когда вы заходите в доту, их число умножается на десятки раз. И я сейчас не преувеличиваю. Иногда кажется, что Valve специально создали игру, в которой будут играть преимущественно идиоты. Как вы знаете, так скажем, кривая линия обучаемости в доте довольно крутая. Чтобы просто освоить эту игру и всю ее механику, вам нужно будет потратить кучу вашего драгоценного времени. Зачастую вышеописанные люди заходят в игру и ведут себя так, словно именно они знают все тонкости и подводные камни этой игры. Им все равно на мнение других, будь оно правильное или нет. Они пытаются изо всех сил быть упертыми баранами. Оскорбления, неуместные шутки и неумение играть и находиться в обществе. Приятной вам игры. Номер 7. Люди, которые репортят других за то, что они новички. Из-за того, что комьюнити дота испокон веков была насыщена придурками и неудачниками, Valve ввели систему, в которой игроки могут пожаловаться на других игроков, чье поведение в игре, мягко говоря, может оставлять все лучшего. Если довольно много игроков пожалуются на какого-то человека, то он будет ограничен в игре. Но есть и люди, которые кидают жалобы на игроков, чье умение играть в игру еще не достигло определенного уровня. Никогда не понимал таких людей. Все мы когда-то были новичками. И кидаться на людей, которые не знают каких-то тонкостей, не самая лучшая затея. Номер 6. Игроки, которые АФК Фонтан, закончите быстро, пожалуйста. Я не знаю точно, когда это явление начало становиться популярным. Но с каждым днем она все хуже проявляется во всех, кто становится объектами его влияния. Не хочу говорить, а раньше было лучше, но скажу как есть. Да, действительно, раньше, когда ситуация оказалась, ну, совсем безвыходной, каждый из нас все равно боролся до конца в надежде, хоть и с маленьким процентом, но на победу. Сейчас же современные дети получили новую потребность. Потребность в мгновенном удовлетворении. Но, как вы знаете, без труда не выловишь и рыбку из пруда. Когда кто-то из команды идет на спаун и просто перестает существовать в игре, это дико дезаморалит всю команду. И как итог, все пять человек страдают. Не совершайте ошибок. Вы играете в эту игру и знаете ее правила. Лучше лишний раз попытаться превозмочь себя, чем уходить с позором. Номер 5. Игроки, которые фидят. Погибать в Дота 2 это плохо. Когда погибает Кэрри, еще хуже. Нет лучшего способа дать врагу лишнего золота, как слиться. Если вы оказались и на одном лейне с Кэрри, скорее всего вам нужно подкорректировать вашу стратегию. Если вас убивают, то не стоит каждый раз возвращаться на линию с той же стратегией, чтобы вы снова были убиты. Кто-то мне сказал, что безумие это повторение одного и того же в ожидании иного результата. Безумие это точное повторение одного и того же действия раз за разом в надежде на изменения. Если вы видите, что ваш лейн не справляется, коммуницируйте с вашими тиммейтами. И все-таки найдите нужный консенсус. Не давайте их Кэрри халявное золото и опыт. Номер 4. Игроки, не оповещающие ОСС. Это одна из самых распространенных ошибок, из-за которой вы можете сделать любого вашего тиммейта своим врагом. Я знаю, что в какой-то мере это трудно, в особенности новичкам. Нужно постоянно следить, кто на твоем лейне. У всех такое бывало. Фармим себе мобов, ласт хитим по максимуму, и тут неожиданно враг пропадает из зоны видимости. Вы можете подумать, что он все еще тут. Но на самом деле он уже телепортировался на другую часть карты и сейчас ганкает вашего тиммейта. Номер 3. Кэрри, который не Кэрри. Я предполагаю, что многие в кавычках профессиональные Кэрри знают, как правильно играть за Кэрри. Так? Я имею в виду, что вы же понимаете, как заполнить все слоты и прокачать обилки до максимального уровня. Вы понимаете, что не можете пропустить ни одного ласт хита и отставать в ГПМ. Поверьте, нет ничего более ужасного, чем Кэрри, который за всю игру так и не смог нафармиться. Номер 2. Саппорты, не покупающие ворды. Я понимаю, иногда тратить все свои деньги на ворды это скучно и неприятно, но кто-то должен это делать. Вы действительно хотите рискнуть победы ради какого-то несначительного количества золота, которые пойдут на ворды? Это ведь очень важный элемент, который может подтолкнуть динамику игры обратно в вашу пользу. Когда вы играете за саппорта, пожалуй, нет более лучшего способа поддержать собственную команду, чем осветить важные участки карты. Номер 1. Игроки, которые пишут ГГ в первые 5 минут игры. Много что может пойти не так в первые несколько минут в абсолютно каждой катке. Но это нормально. Shit happens, окей? Так или иначе, самые худшие моменты можно покрыть лучшими. Один хороший тимфайт или пара успешных ганков. Может быть, противники немного отвлекутся и перестанут обращать внимание на их башни. Ну или вы нафармите кучу золота в нейтральных лагерях и начнете кромсать все и вся. В любом случае, не сдавайтесь. Не будьте тем человеком, который говорит ГГ просто потому, что другая команда получила ферст блат. Все, что делают такие люди, дизморали дух команды. И тем самым уменьшают шанс на победу. На этом все. Надеюсь, хоть в чем-то из этого списка вы со мной солидарны. И если это так, то ставьте палец вверх. Посмотрим, сколько из нас не любят подобные действия в доте. Также, если вы еще не подписаны, то обязательно подписывайтесь. Тут будет мало контента про доту, но про игры вполне много. Я есть вконтакте, в инстаграме и твиттере. Можете добавиться и зафоловить. Все, буду вас там ждать. А меня звали Никитун. До скорых встреч в новых видео. Субтитры сделал DimaTorzok